Дифракционная решетка представляет собой весьма широко распространенный оптический прибор, в котором используются явления дифракции и интерференции света. В простейшем варианте дифракционная решетка может рассматриваться как прозрачная пластинка, на которую нанесены параллельные между собой штрихи, не пропускающие свет. Характерная для современных приборов плотность таких штрихов составляет 1200 линий на 1 мм. Падающий на дифракционную решетку свет дифрагирует на каждом из штрихов, в результате чего возникает система вторичных когерентных между собой волн. Эти волны интерферируют и усиливают друг друга при распространении в таких направлениях, когда разность хода между ними составляет целое число длин волн освещающего излучения. В результате положение максимумов интерференционной картины определяется углами, синусы которых пропорциональны длине волны облучающего излучения. Если источник света содержит несколько различных длин волн, то интерференционные максимумы от них возникают в различных точках пространства. В результате, после отражения излучения от поверхности дифракционной решетки, возникает оптический спектр. В направлении, соответствующем геометрическому закону отражения света, разность хода между всеми интерферирующими пучками оказывается равной нулю, вне зависимости от длины волны освещающего излучения. В результате, в этом единственном направлении происходит усиление излучения на всех длинах волн и возникает белая, или как ее обычно называют, ахроматическая полоса. По обе стороны от ахроматической полосы возникают последовательности оптических спектров, которые называют спектрами 1, 2, 3, минус 1, минус 2, минус 3 и так далее порядков. Для измерения углов, дефрагировавшего на решетке излучения, используется специальный оптический прибор, называемый гониометром. Это устройство позволяет с достаточно высокой точностью измерять углы, под которыми дефрагирует излучение, и рассчитывать соответствующие длины волн в том случае, если прибор проградуирован по известному источнику спектра. Чем выше порядок интерференции, тем под большими углами расходятся пучки, соответствующие различным длинам волн. С одной стороны, это облегчает процедуру измерений, поскольку близко расположенные спектральные линии разводятся решеткой на большие углы. С другой стороны, в области высоких порядков интерференции происходит наложение оптических спектров разных порядков, что, естественно, затрудняет расшифровку наблюдаемого сигнала. Интервал длин волн, на котором не происходит наложение спектров соседних порядков, называется областью свободной дисперсии. Субтитры создавал DimaTorzok